Ну, в общем, такая система, друзья, очень похожа на то, что есть у Сатя Саебабы в ашраме в столовых. Бутылка такая. Но это не пиво, а это шампунь. И если я его поворачиваю, то... Велосипед поехал сам. Презервативы просто море. Пользуются... Пользуются популярными. Пользуются спросом. Я еду на Solar Kitchen или солнечную кухню. Ну, если перевести буквально... Ну, вообще, это... Это как бы столовая здесь. Такое место общепита у Равильского. Где, по задумке, теоретически должны готовить еду на солнечную энергию. Ну, говорят, что на самом деле они там применяют солнечную энергию, но не 100%. Они еду готовят с ее помощью. В общем, посмотрим. Вот это как раз... Это солнечная кухня. Она пока еще закрыта там. Обеденный зал. Ну, вот здесь можно помыть руки. Видите? Довольно большое место. Прямо такая, как кафе такое большое. И вон там кухня. Я вижу. Там уже люди ждут. Вот когда она откроется, видимо, должна вот-вот открыться. Вот смотрите, какая интересная инсталляция. Вот есть чемоданчик такой. Потом шары. Каменные шары. О, круто. Вот это само здание этой кухни. Солнечное. Вот это. А здесь Ганеша. О, Ганеша. Ганеша, Шаранам. Шаранам Ганеша. Правильный Ганеша такой. Прямо вот сделан. Какой он должен быть. Классический на индийских алдарях, посвященных этому божеству. И здесь красивый сад, друзья. Вот такой красивый сад. И как везде, вот в Ауравиле, вот такие каменные штуки. Столбики. А, ну вот как бы и все, да. Здесь еще один вход есть. Вот такой въезд сюда. И там написано, не заходить без разрешения. Ну ладно, мы туда не пойдем без разрешения. Вот здесь очень приятное местечко. Смотрите, как здесь классно. Можно посидеть. Видимо, там кафе. Вон там. А давайте посмотрим, что там. Я еще потом похожу с фотоаппаратом. Видите, у меня вот хороший фотоаппарат здесь такой. Со сменными объективами. Я его привез. Я еще с ним похожу, пофотографирую здесь. Потом выложу в инстаграм. Дерево с красными красивыми цветами. Давайте попробуем, как оно. Здесь вот некоторые растения очень классно пахнут. Но вот это дерево, оно ничем не пахнет. Оно просто красиво цветет. А это что такое? То ли кафе, то ли что это. Непонятно. Давайте посмотрим. Дистрибьюшн центр. Написано, что сюда не заходить никому. Только для жителей Ауравиля. Ни визитерам нельзя, ни гостям. И аурокарточки здесь не работают. В общем, что-то не для нас. Чего-то там раздают. Распространяют. Раз это дистрибьюторский центр. Здесь небольшое такое озерцо. А там плавают рыбы, я вижу. И это будут лотосы. Они еще не готовы, не выросли. Только листья. Да, вот такой дворик. Здесь Solar Kitchen. И сейчас пойду туда назад. Может, уже можно поесть. Там по этой аурокарточке. А может и нельзя. Может, я пойду поем в обычный ресторанчик куда-то. Например, визитерс-центр. Там мне очень нравится. Давайте посмотрим, что там внутри. Да, люди зашли. Надо, похоже, оставить здесь свои сандали. И стоять в очереди. Что-то напоминает мне шрам Сатя Саибабы. Столовку там. Запах как в столовке. Ну, в общем, такая система, друзья. Очень похоже на то, что есть у Сатя Саибабы в ашраме в столовых. Практически то же самое. Только оплатить вы здесь можете исключительно уравильской карточки. То есть, меня что-то там сняли с этой карточки. Я даже не знаю, сколько с меня сняли. Просто я там положил на кассе. Мужичок сидит. Там с карточки что-то снял. Там какие-то манипуляции сделал. И все. Отдал мне ее. Я пошел. И дальше там как бы раздача такая. И просто вот как шведский стол. Вы берете, что хотите. Конечно, все, что там есть, я не смог взять. Потому что я бы это не съел. Вот что-то я взял. Взял идли. Вот это идли называется. Такие лепешки. Южно-индийские. Потом вот это, что я тоже не знаю. Мне понравилось на вид. Вкусненько. Все довольно пресно. В плане, что это не острая еда. Абсолютно. Потом я взял вот такой салатик из огурцов. Вот эти штучки взял. Чатни два вида. Соусов. И вот это еще какой-то соус зеленый вкусный. Все очень вкусно. И мне здесь понравилось, друзья. Вот такой очень большой зал. Вот такое интересное окно здесь у меня. Мраморный стол. Довольно прохладно. Крутятся вентиляторы. Буду завтракать или обедать. Это у меня уже обед на самом деле. Друзья, вот дом этот, где я живу, вокруг него я хожу сейчас. Это хозяйская сторона. Вот она. Подъезд, так сказать, здесь хозяева. Они здесь заходят. У них отдельный вход. Мне через хозяев идти не нужно. У меня свой вход в комнату отдельный. По-моему, раньше не было его. А может был что-то, я не помню. Отдельного входа. То ли был он, то ли нет. Ну, вот так. Не хочется лезть через кусты. Там всякие скорпионы ползают. Бывает. Я сегодня видел с утра скорпиончика. Такого маленького у себя. Около двери. Он маленький да удаленький. Говорят, вот эти маленькие скорпиончики. Рыженькие такие. Они размером вот сантиметров всего. Чуть больше сантиметра. Они самые ядовитые. Все самые мерзкие. А большие, они не такие страшные. Чем меньше гадость, тем она опасней. Что тут еще из живности противной? Это скорпиончики эти, которых, в общем-то, ну, я первый раз увидел. Вообще, за все время моего пребывания в Индии. Такого живого скорпиончика я увидел первый раз. Вот, вот. Вот здесь он сидел. Вот он такой, знаете, он вот цвета вот этой земли. На него очень легко можно наступить. Это надо очень внимательно смотреть. Если босиком не ходить здесь. И вытряхивать надо обувь. Хотя это не часто встретишь его. Но сейчас вот влажный сезон. Дождливый сезон. И они как бы вылазят из своих норок. Потому что их где-то там заливает водой от дождя. И они вылазят. Ну и комары еще здесь достают. Комаров, конечно, здесь намного больше, чем скорпиончиков. Комары достают. Но от комаров есть такая брызгалка мощная. Если мощная штука, купил я ее себе. Ну, вот сейчас нет комаров, да, вот в это время. Когда солнышко днем. Если пасмурный день и дождик идет, то есть комары днем тоже. Но вот сейчас нет, например. И вот такой есть период вечером, когда их очень много. Просто тучами. То есть хочешь посидеть на улице, надо побрызгаться. Это адомос называется он или адомос. Вот такая брызгалка. И они какое-то время на вас не садятся. Они нападают. Комары. В общем-то нормальная тема. Вот я хожу туда-сюда и жду, когда мне позвонит курьер. Он позвонил из Понди, говорит, я еще позвоню тебе. В общем-то буду подъезжать. И вот уже прошло, наверное, час прошел. Можно было за час, я не знаю, шесть раз съездить туда-обратно в Понди. Пошли, 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 мой хороший. Молока тебе дам. Все равно оно прокиснет, пока я его выпью. Очень хорошее молоко здесь, жирное. Жди здесь, понял? Сейчас молока принесу. Так, пойдемте, друзья, посмотрим, где у нас молоко. Это у хозяев там в холодильнике, я его держу. Вот оно, моё молоко. Там еще пакет есть у меня, нераспакованный. Так, ну что, так оно, кстати, не очень холодное. Холодильник так как-то холодит, не очень холодно. Поэтому я думаю, что ничего коту не будет от этого. Молоко, конечно, ему нравится. Ну, наверное, не прокисло, раз он пьет его. Хотя он, наверное, и прокисший бы пил. Вполне себе. Давай уже допивай, а то сейчас сюда на эту еду придут всякие эти гады. Местные кивзики тут бегают, такие гусеницы. Видите, вот они. И тут много, очень они безобидные совершенно. Вот он, сороконожечки такие. Они прикольные, мне нравится за ними наблюдать, они безобидные. Не кусаются. Им нечем кусаться вообще. А вот котик. Все, друзья, приехал мой велосипед. Ну, такая огромная коробка, смотрите, какая огромнейшая коробка. Пипец. А, вообще. Я еле дотащил. Он, конечно, сюда не заехал, этот парень. На большой машине, прям такой грузовик. Он приехал на ней. Он там остановился на входе. И я сюда притащил ее. Но, конечно, не 50 килограмм, как было написано. Но я не знаю. Так вот солидно. Неудобно просто тащить было вот за эти вот штуки. Так, и я буду сейчас его собирать. Или Мишу подожду, когда Миша приедет. И, наверное, я все-таки затащу его в комнату. Потому что, как бы, здесь комары заедят просто. Если мы будем собирать его здесь. И сейчас еще стемнеет. Почти собранный, я так понимаю, велосипед. Так, что это? Здесь мы сейчас с вами посмотрим, что в этой коробочке. Друзья, это задний свет, однако. Хорошо. Есть задний свет. Батарейки есть к этому заднему свету? Тут еще что-то есть. В коробочке. Ключик. Гаечный ключик. Провод сетевой. И зарядное устройство. Вот такое маленькое зарядное устройство. А, все-таки есть батарейки. Вот. Какие-то, какие-никакие, но батарейки есть. Вот, для этой штуки. Для заднего света. Еще здесь два ключа. Ну, должно быть, как бы, все, что нужно для сборки этого велосипеда. Не знаю, есть ли что-то здесь еще. Сейчас я буду его вытаскивать. Давай вытащим вместе. Я тебя же, потому что здесь... Я один не могу. Колесо цепляется, можно его повредить как-то. Двух сторон надо. О, и встаем, как. Встали. Вот так он упакован. Значит, если его так посмотреть, посередине приделано колесо. Педаль. В паз педальный вставляется. Да, вот так вот встали ли они. И этими стяжками, стяжками они его так прицепили. Колесо слева, если, а руль справа, вот он. Вот так вот. С ремонтом тоже справа. Тоже стяжками. Тоже стяжками все. И все это было помещено в коробку. Такое, смотри, прям такое, софт-тач. Да, да. Чёрный. Классный такой. И марки хорошие. Да, рама белая. Но она белая. Как бы здесь вот батарея у него находится вот здесь. Батарея. А, она несъёмная. К сожалению. Ну, тут обычная вот эта передача. Это тормоз дисковый. И впереди дисковый тормоз. Вон он там. Тоже. Это велик в сборе, друзья. Конечно же, видно уже, что я на нём поездил месяц. Просто решил снять его сейчас для этого ролика, который вы смотрите. Здесь находится батарея. Видите, вот отсек в раме. Он пустотелый. И там батарея. Велик грязный. Вот видите. Коричневый. Это не ржавчина. Это вот эта земля красная. Она всё красит в этот красный цвет. Цвета ржавчины. Надо как-то собраться и помыть велосипед. Отличный велосипед. Мне он очень нравится. Как мотоцикл практически. Батарея уже раскачалась. Несколько раз я её разрядил и зарядил полностью. И сейчас она работает очень долго. Я заряжаю эту батарею раз в три дня. Вот такое широкое седло. Почему-то оно у меня криво стоит. Кстати, надо поправить. Очень мягкое, удобное. На этом седле я еду как на стуле. Не нужна никакая гелевая подушка. Есть багажник. Видите? Единственный недостаток. Здесь вот багажник прикасался с крылом. Там небольшой зазор. И когда велик ехал на всяких ухабах и рытвинах, было такое дребезжание. Поэтому я какую-то фигню вот вставил. Мотор. 250 ватт. Здесь больше и нет велосипедов электрических. Большей мощностью. Потому что считается, что если у вас больше 200, чем 250 ватт, то уже нужна какая-то лицензия. Здесь 7 скоростей на заднем колесе. Дисковые тормоза. Спереди и сзади. Вот спереди тоже дисковый тормоз. Фонарик в комплекте. Замок велосипедный. Вот этот трос. Он тоже шел в комплекте. Плюс еще в комплекте была сумка в подарок. Сумка у Ульяны сейчас на велосипеде. Я вон там снимал. Видите, под навесом. А хозяин заехал. Попросил меня, чтобы я освободил ему место для автомобиля. У него две машины. Хороших. Богатые люди живут. Вот этот дом их. Там еще их мотоцикл стоит Royal Enfield. Аналог Harley Davidson. Индийский. Ну и так, вернемся к велику, друзья. Смотрите здесь. Ключики. Ключиками можно включить велосипед. Включаем велосипед. Ключами. Упс. И он загружается. Здесь у меня есть дисплей. Видите, сейчас батарея на 90% заряжена. Здесь показывается скорость и пробег. Скорость показывается не точно. Я позвонил ребятам, которые продали мне этот велосипед в эту фирму. И говорю, что делать? У меня как-то спидометр врет. Они говорят, ну это такая специфика. Показания спидометра нужно делить на два. Получается точное число. То есть, если вы едете 50 км в час, показывается здесь. То, значит, фактически скорость 25. И, соответственно, здесь одометр есть. И вот он показывает, что я наездил уже 1113 км. На самом деле одометр работает от спидометра. И нужно делить на два. То есть, получается, я проехал фактически меньше 500 км. Потому что вся эта система, одометр и спидометр, они работают только когда включен мотор. Если мотор отключается, ну в какой-то момент вы или не крутите педали, или не крутите дроссель, вот этот газ, то в этот момент ничего не учитывается. Но вы все равно едете. Можно крутить педали, и после нескольких оборотов, трех или четырех оборотов, начинает он помогать вам. В зависимости от включенной скорости. Здесь вот у нас три скорости. Первая, это самая слабая, самая слабая мощность мотора. Потом вторая посильнее, средняя. В основном я еще на двойке. Если хорошая дорога, и можно ехать быстро, я переключаюсь на троечку. В этом случае скорость может быть 40 км в час. Даже 42 где-то я разгонялся. Отлично. По хорошей дороге, еще помогая педалями, можно разогнаться больше 40 км в час. Ну и, наверное, еще больше, если хотите. Фонарик. Вот так включается фонарик. Вот сейчас он у меня светится. Что еще есть? Есть еще сигнал. Вот такой очень громкий сигнал. Он находится там в фонарике, этот сигнал. Эта штука называется дроссель. В терминологии этих велосипедов электрических. И если я его поворачиваю, то велосипед поехал сам. То есть фактически не надо крутить педали. Если вам не хочется крутить педали, если вам лень, то можете просто ехать как на мотоцикле. Это очень круто на самом деле. Пробег, как написано было в рекламе, пробег у него, если крутить педали, то 90 км по хорошей дороге от одного заряда батареи. А если только на дросселе вот так ехать, без педалирования, то 70 км. Стоит он здесь 36 тысяч рупий. В рублях, наверное, это, ну не знаю, в общем это 500 баксов ровно. Наверное, в Китае такой же велосипед подобного плана можно купить и дешевле, и гораздо дешевле. Но это вот индийский, индийский велик. Кстати, рама алюминиевая. Он не тяжелый. Ну не сказать, что он легкий, конечно, очень. Он не тяжелый. Вот что идти посредине дороги, да? Будто больше места нет. Ну хотя бы, да, хотя бы по обочине, нет, вот прям по центру. Все такие модные на мотоциклах. Я как лох на велосипеде. Миша купил. Что купил? Ну-ка покажи. Купил какую-то зубную пасту красивую. Клоузап. А это что? Это киткат. Для кошки, что ли? Нет. А, киткат. Я как киткат. А это? Вот мыло. Мыло. Хорошее. Это индийское. Индианское мыло. Тут вот есть еще всякие штуки классные. Это парфюмерия, да, пошла? А ну вот это вот хорошие штуки, они недорогие. Вот эти Nivea for men здесь пригождаются. Я использую иногда. Когда хожу в людское общество. Что ты только вышел на улицу, ты уже мокрый. Вспотел. Да. Даже дезодорант тут пригождается. А вот для девушек. Это глаз, да, вот эта тема всякие. Вот это вот, говорят, тема какая-то полезная. Где глаз. А-а-а. Знаешь, черная, черная такая штука, они детям подводят вот это все глаза. Аюрведическая, говорят, она полезная. Что только нету, блин, как тут у них классно все тут. Ну, Гималая, в основном, серия эта самая. Гималая это у них. Ну, она не очень. Коронка. А вот это что такое? Шампунь, мне вот этот нравится, называется пиво. Вот это, шампунь, пиво. Бутылка такая. Но это не пиво, а это шампунь. Вот, это шампуни всякие разные. Хималайского себе шампуня. Хорошие. Это ручки гелевые и не гелевые. Это презервативы тут в любом виде. Презервативы просто море. Пользуются популярностью. Пользуются спросом. Здесь чипсики всякие. Чего только нету. Это вот национальные чипсы индийские. Чат пата. Это какие-то крекеры, печенье. Всякие. Вкусные. Вот такие. Ты что, так и не выбрал себе шампунь? Ага. Смотрю. Шампуни такие классные. Они все классные вообще. Вот все классные. Как я заметил. Новые лишние что это? Шесть масел каких-то. Да, натуральные. Шесть масел. Шампуньчик. Мне нечего мыть этим шампунем в принципе. У меня волосы. А я смотрю, что-то я давно шампун не покупал. Почему? Я мыло моюсь. Вообще не покупаю. Так. Что я купил на 250 рублей. То есть на 240 наверное рублей. Я купил вот эту камбучу. Все время покупаю камбучу. Это здесь делают чайный гриб разного состава. Потом я купил две упаковочки вот такой зубной пасты. Очень хорошая. Правда она маленькая упаковочка. Стоит 10 этих рупий всего 8 рублей. Чеснок купил несколько штучек. Имбирь купил. Две упаковки молока. Очень хорошее молоко. Вот это друзья. Очень классное. Оно такое густое. Как наше концентрированное молоко прям. Но оно не концентрированное. Оно обычное. Оно 4,5 процента жирности. И это действительно 4,5 процента жирности. И купил вот такой кофе. Называется Pure Instant. Настоящий. Ой прошу прощения. Растворимый кофе. Так и камбуча моя. Миша где-то там еще. Миша где-то еще в магазине. Это вот в этом магазине мы сегодня затаривались. Называется он My Handy Market. Или My Market еще он называется. Ну маленький. Такой магазинчик. Супермаркет. Находится он на главной. На главной дороге. Авровильский. Вот главная дорога. Смотрите друзья. Какой обалденный хлеб пекут здесь. В пекарне Ауровиля. Я правда его обгрыз уже. Видите здесь вот. Очень вкусный хлеб. Просто супер. Вот мне нравится подольский хлеб во Владивостоке. Но вот этот вкуснее. Стоит он по-моему рупий 45. Да 45 рупий он стоит. Он прямо такой знаете. Вот он хрустящая корочка. И он вот такой серый. Очень вкусный. И нет вот этого привкуса дрожжей. Знаете вот иногда покупаешь. Сейчас хлеб. Который последнее время пекут у нас во Владивостоке. Покупаешь. Поешь его. Вроде бы он вкусный. Но потом. Какое-то такое ощущение. Внутри. Какое-то вот такое. Как изжога. Но вот от этого хлеба нету такого эффекта. Я вот пока нес его из пекарни. И обгрыз его. И кроме хлеба там еще делают всякие пиццы. Всякие пирожные. Какие-то печенья. Надо будет поснимать там в пекарне. Кстати пиццу они тоже делают из такой вот черной муки. Не из белой как обычно. Вредная белая мука. Да вот это вот экстра. Которая высший сорт у нас называется. Она вредная на самом деле. Может она не вредная. Нельзя сказать что она вредная. Но в ней нет ничего полезного в этой муке. Кроме углеводов. Там никаких полезных вещей нет. В очищенной и рафинированной муке. Так вот здесь пиццу делают тоже вот. Из такой муки как вот этот хлеб. Очень вкусная пицца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова